Российское образование — одно из самых качественных в мире. Именно поэтому в нашу страну приезжают студенты со всех уголков света. В 1996 году по инициативе учащихся при поддержке университетов и Министерства образования Российской Федерации была создана Ассоциация иностранных студентов в России. С момента её основания ассоциацию возглавлял Анисет Габриэль Кочёфа. Сегодня организация объединяет 200 тысяч иностранных студентов из 165 стран, обучающихся в вузах России. В регионах действует множество представительств ассоциации. Сейчас обои знают во всём мире. За эти 17 лет ассоциация смогла доказать, что она уважаемая организация. Мы старались объединить и всех иностранных студентов в одной семье. Мы пытались совместно с вузами решать проблемы, с которыми они сталкиваются. Мы пытались им помочь и помогали им всегда. Ассоциация иностранных студентов создана с целью помощи молодым людям в решении проблем, связанных с учёбой, бытом, отдыхом, правовой и социальной защитой. Решать многие вопросы в одиночку невозможно. На протяжении всех лет ассоциации оказывали помощь и поддержку многие государственные и частные структуры и университеты. У нас даже это было нисколько поддержки, действительно сотрудничество, потому что наши клиенты – это студенты. Мы всё-таки работаем для них. Поэтому, с одной стороны, мы предоставляем услуги, которые студентам необходимы. Это скидки, это билеты по специальному тарифу, международные специалистические карточки. Ассоциация иностранных студентов давала нам доступ, соответственно, к этим студентам в разных вузах России. На базе Российского университета «Дружба народов» состоялся внеочередной конгресс ассоциации. Его целью стало не только подведение итогов деятельности за прошедший год, но и выборы нового председателя Координационного совета. На встрече присутствовали представители АИС в России. Они выступили с докладами, рассказали о проделанной работе и поделились планами на будущее. Ассоциацию ждут перемены. В связи с назначением Анисета Габриэля Качёвы на должность посла Республики Бенин в России, он сложил с себя полномочия президента Ассоциации иностранных студентов. Новым председателем избран Яони Кэз Аду, аспирант Российского университета «Дружба народов». После уходящего президента Габриэля Качёвы, большая ответственность у меня остается, потому что придется, как он сам отметил, делать больше, чем он делает. Поэтому на моей плече сейчас лежат большие ответственности, и я к этому, конечно, давно готовился. Также на Конгрессе было принято решение о создании Попечительского совета Ассоциации. Я истинно рад, что мой давний друг, ректор Филиппов, Владимир Михайлов, согласился возглавить вообще Попечительский совет. Я теперь его заместитель. Мы попробуем в течение месяца формировать Попечительский совет. Вход в этот совет не ограничен, мы будем расширять его. Туда войдут и УФМС, и Министерство образования, и правительство Москвы, и представители, и так далее. То есть это мощная поддержка Ассоциации. Увеличение числа иностранных студентов в России и повышение качества их жизни – вот основные задачи организации на ближайший период. Решения, принятые на внеочередном Конгрессе Ассоциаций иностранных студентов, помогут реализовать всё задуманное и добиться больших результатов. Марина Саврасова, Азим Шахриар, Новости ТВ Руден.